ребят еще хотела вам рассказать второй момент у нас подорожала аренда недвижимости те квартир которые мы с вами раньше могли найти за 20 тысяч однокомнатные что я вам говорила возле метро с хорошим ремонтом с новой мебелью нормальную квартиру можно было найти однокомнатную большую в районе 40 42 квадратов 39 квадратов 38 41 42 за 20000 можно было найти хотя риэлторы конечно нам говорили нельзя но можно теперь эти квартиры уже ребята на 2 на 3000 подороже то есть 22 23 и выше однокомные квартиры нормальные с хорошим ремонтом нормальной мебелью хорошей всего подорожали я удивлена сама можно найти за 18 за 19 поменьше квартиры но это смотря где это в мурино это где-нибудь на окраине вот так скажу у нас знакомый живет в двушечки в двушечки за 20 но она убитая купчина они под себя сделали ремонт договорились с хозяйкой она согласилась счет аренды они сделали косметический ремонт так тоже можно договариваться сняли специально подешевле получается потому что 20 тысяч двушечка это дешево сделали ремонт и теперь живут раньше года сколько три-четыре назад мне девочка рассказывала что они за пятнашку так взяли двушечку убитую сделали под себя ремонт и спокойно себя чувствуют ней но сейчас вот этот год это полгода как аренда поднялась начале прошлом году подорожала недвижимость продажи недвижимости аренда стояла аренда держалась сейчас аренда течение вот полугода примерно поднялась к сожалению не понимаю чем больше каких-то кризисных моментов тем выше цены на все все дорожает и продукты потихоньку дорожают и вот аренда жилья я посмотрела что же можно сейчас найти за 18 20 тысяч можно студию снять за 20000 это студии которые более там 25 квадратов 24 квадрата 22 квадрата современный ремонт красивая мебель они тоже ставят 20 23 даже вот так могут поставить 25 есть группа в которых 30 тысяч 35 однокомнатные квартиры но это дорого ребят там конечно ремонт вообще идеальный там мебель супер но 30 35 нет дорого можно найти я говорю 22 23 недалеко от метро конечно огорчает что все дорожает зарплаты то не увеличивают самое интересное вот как я помню когда я работала там три года назад в организации четыре года назад те же зарплаты допустим если это продавец тот же выход тот же процент один раз один разочек увеличивали зарплату это когда я работал в самом первом магазине но там и платили дешево оплатили мало получалось 25 тысяч и вот они за выход у них было по моему 800 они потом сделали тысячу а тысячу а везде уже было на тот момент и по моему процент они увеличили что-то было не помню сколько уже но на один проценте увеличили это всего вот за пять лет я один раз это почему потому что там и так изначально была маленькая зарплата а сейчас те же проценты девочки вот работают я уже не работаю продавцом сколько я не работаю уже год не работаю у меня с перерывами было то я работала потом я ушла в менеджеры потом я опять фирма уехал в москву я вам рассказывала поработала опять пошла большой торговый центр там нормальный был процент и потом опять ушла в менеджеры потому что пандемия закрываются все торговые центры вот на время закрывались и сложно работать ты не можешь раз закрыли на полгода и все потом опять мы вышли опять там что-то грозились закрыть нестабильность сейчас это нестабильность сейчас вроде ничего вот сколько мы на выходных были неделю да и вроде бы все открыто что дальше посмотрим ну к чему я веду об аренде хотела сказать так что это будете искать квартиру как найти подешевле и дать я вам скажу подешевле пустые квартиры без мебели можно за 17 за 18 найти однокомнатную квартиру большую там надо все по квадратам смотреть пустые квартиры дать дешевле или например только кухня есть все остальное пусто также двушечки любая пустая квартира но это новостройки это новостройки это мурино это кудрово это что петербурге смотреть какие чистое небо это там чистое небо 20-22 они просят самое интересное что есть новостройки которые от метро не близко нужно ехать там несколько остановок и все равно они цены держат мне в комментариях кто-то писал что не важно не могут сдать квартиру там одна или две квартиры сложно сдать за копейки даже нельзя сдать что такое в понимании копейки у всех разные понимания копеек но кто-то пишет лена помогите снять квартиру поэтому ребят вы в комментариях можете друг другу писать пишите друг другу может кто-то увидит местный как раз сдает квартиру вы познакомитесь и снимите квартиру знакомьтесь в комментариях кто-то приезжает вместе потом подружитесь и будете общаться например из одного региона да и просто познакомиться если никого нет городе тоже пожалуйста пишите в комментариях знакомьтесь это вам все пригодится ребят думал то что это создание впереди такое интересное похоже на школу крыша правда я сначала думаю какой-то административно может это поликлиника не знаю ребят посмотрю потом что это здесь подпишу вам новоколомярский проспект так по аренде все сказала квартиры коммунальные комнатки также все чуть-чуть 1 2000 прибавили к сожалению растет обычно тенденция была на зиму на вот к зиме ближе это получается октябрь осень потому что студенты август осень новый год поднимались цены потом опускались март примерно февраль март апрель сейчас туристических сезонов нет но все равно приезжают конечно других регионов такого туристического сезона нет посмотрим что будет в марте апреле но уже наверное не опустят цены потому что цены на все подросли собачку гулять вышла стоит смотрит до дождик особо не погуляешь такая погодка сегодня все друзья мои хорошего дня хорошего настроения ничего страшного до погода осень в принципе все к этому привыкли все знают вот и таком небе вам говорила вот такое небо может быть неделями две недели три недели а потом раз сквозь тучки солнышко потом опять такое небо колпак просто колпак серый посмотрим у нас вчера немножечко опять солнышко пыталась с голубым небом так что пока еще идет обычная осенняя погода ну так сыра да ну что делать дождик идет всегда сыра причем такой мелкий мелкий моросит не дождь видите его он вроде бы то есть а вроде бы его и нет чуть больше чуть меньше все друзья спасибо за комментарии все читаю все если не ответила это не значит что не прочла спасибо огромное читаю в курсе ваших тоже дел кто пишет о своих делах спасибо что вы пишете какая у вас погода спасибо что пишете какая у вас ситуация что у вас происходит как настроение спасибо за лайки и жду вас в следующем видео пока